Добавил субтитры Алексею Дубровскому Сегодня в моем меню праздничный салат, его можно готовить слоями или порционно, как вам подскажет ваша фантазия. Этот салат можно готовить с курицей или с говядиной. Говядину лучше отварить, а курицу запечь. Здесь у меня куриные ножки без кожи и костей и я их замариновала таким классическим вариантом растительное масло, горчица, соль, перец и еще любые пряности по вкусу. Тонко нарежу красный лук, нет красного, берите обычный, луковицы небольшие, возьму полторы-150 граммов. Лук можно добавлять в салат в сыром виде, но я не очень люблю такой вариант для праздничных салатов, потому что сырой лук дает закисание. Перемешать его с курицей, мясо у меня полкилограмма, беру жаропрочную посуду и выкладываю мясо, если маринад у вас без масла, то посуду смажьте. Убираю в духовку на 200 градусов и запекаю минут 30, а за это время подготовьте остальные продукты. Сварить и очистить яйца 4-5 штук в зависимости от вашей к ним любви. Разделить яйца на белки и желтки. Для того, чтобы желтки были красивые, желтые, не имели серой оболочки, не переваривать яйца 9-10 минут после закипания воды. Следующий ингредиент сыр, его нужно натереть примерно 70 граммов, можете брать больше или меньше, если вы его не любите, да если вы его не любите, можете вообще не добавлять. Следующий ингредиент корейская морковь 150 граммов, жидкость если есть нужно слить, а саму морковь мелко порубить. Вот так, и еще один ингредиент, который я оставлю на ваше усмотрение, это может быть яблоко или мандарины, я буду использовать мандарины, так как я не боюсь вкусовых сочетаний, но вы оцените насколько вы смелы, причем мандарины я использую консервированные, ну просто потому что мне не хочется возиться со свежими. Если используете яблоко, натрите его на крупной терке в корейскую морковь и смешайте, мандарины можно не смешивать, но с мандарином нужно тоже слить жидкость, резать не резать по желанию, не принципиально. В качестве заправки любимый майонез, никаких сметан и йогуртов для праздничных салатов, если только вы уверены, что съедите салат сразу. Ну знаю я вас, напишите в комментариях, доедаете на следующий день праздничные салаты, вариант первый, да, конечно, вариант второй, нет, никогда, вариант третий, не скажу. Курица готова, я даже включила гриль, чтобы немного подрумянить. Выложите мясо с луком, оставляя жидкость в посуде, я все время подчеркиваю жидкость, чем меньше в салате жидкости, тем лучше он хранится. Пусть мясо остынет, когда мясо остыло, нарежьте его вместе с луком. И вот здесь, хотя я являюсь противником перчаток на кухне, от них больше вреда, чем пользы, и сплошная антисанитария. Но в случае приготовления салатов их использовать желательно, конечно же одноразовые, конечно же пищевые. И тогда уже используйте перчатки для всех продуктов, для яиц тоже желательно было использовать. И теперь можно собирать. Хотите делайте слоеный, хотите порционный, хотите просто все смешивайте вместе. Если слоеный, то первый белок. Кстати, белок можно смешать сразу с майонезом. Распределите этот слой. В сеточку нанесите майонез, сколько считаете нужным. Следующий слой курицы с луком. Также равномерно распределите. Опять немного майонеза. Промазывать каждый слой или нет, опять же решайте сами. Следующий слой корейская морковь. А на него мандарины. Странно, но в моей семье все согласились с присутствием мандаринов. Я даже не ожидала. Раскидайте их в художественном беспорядке. Ну вот, прекрасно. Сверху сыр. Очень часто начинаются подсчеты калорий. Что я могу сказать? Все праздничные салаты достаточно калорийные, действительно. Выход здесь один. Есть поменьше или худеть после праздников. И мне откровенно хочется еще добавить. Так как я люблю сыр и вся моя семья тоже его нежно любит. И остался желток. Кстати, только сейчас мне пришло в голову, что новогодний салат логичнее было сделать с белком сверху. Ну да, это же снег. Ну вот можете исправить мою ошибку и поменять слои местами. Ну вот, осталось убрать тарелку и сделать какой-либо декор. Я думаю, что можно сделать елочку. Вот такой новогодний салат у меня получился и обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита. Ну что, Катя, здравствуй, дорогая моя. Давно не виделись. Катя, я помолчу, потому что я хочу, чтобы ты сказала. Как тебе мандарины? Класс. Ну, в общем, мне очень понравилось. И сочетание с мандаринами. Я думаю, пора отключаться. Вот так. Ха